Жаль, 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 конечно, что такая погода нас встречает. Ну, вот те горы, о которых я вам говорил. Холмы, по сравнению с Альпами, это холмы. Ну, пойдет. Что у нас осталось? Тринадцать километров, ну, будем так вот пилить. Тринадцать километров. Так, ну, я так понимаю, здесь бархан. Зимой здесь не покатаешься. Что такое, пятьдесят? А сколько у нас здесь? Ну, вот так. Ну, вот так. Бензин дороже, 12 километров до бензина, а вот аптека. Я думаю, это та самая деревня, которая ближе всего, в которую придется ездить за другими ларами. Если приспичит в аптеку, допустим, на почту. Что-то такое. Вот они так часто бывают. А вот она та же. Ну а вот что у нас тут все. Сейчас Брюкенген через 3 километра. Деревей здесь латы в канатах конечно много. Дороги хорошие. Зимой будем запасаться консервами на время гололеда. Ничего. Надо, чтобы нас взяли. Все остальное не так важно. Так, последний отрезок 10 километров. Именно на месте. 10 километров и 10 минут. Поехали. Там просветы в облаках. Поэтому я думаю, что нормально все будет. Поехали на 25 минут раньше. Лучше раньше, чем позже. Но, ребята, меня не покидает. Такое ощущение, что какой-то подвух все-таки в этом есть. Как-то слишком дешево все. При такой квартире там кухня хорошая. Кухня хорошая. Кладильник каждого, по-моему. Даже есть шпиль-машина. Шпиль-машина это посудомоечная машина даже есть. Поэтому, как бы, черт, не знаю. Посмотрим, где собака зарытая. Пока не знаю. У меня насторожила, во-первых, не только цена, но еще насторожила то, что очень быстро отвечали. То есть, да. Я только написал, да, пожалуйста. Можно приезжайте сегодня или завтра. Такое тоже впервые. Сегодня или завтра. Обычно они собирают по несколько человек. Все приходят, смотрят. Они на них смотрят. Получше. А потом выбирают. А потом выбирают. Сюда мы должны поехать. Да? Правильно. А потом выбирают. Ну, это такие, не в темном деревушке. По 20 домов там, дворов. Они ничего не решают. А здесь мы должны с вами свернуть резко направо. Сюда. Так. Вот. Сюда. Так. в котором все работают. Деревинские ребята. Вот. Я даже до сих пор не вижу названия. Фихтенберг. Настолько это мелкая деревня. Ну, интересно, что есть своя, как бы, маленькая мэрия. Вот это интересно мне. Это удобно. Потому что, когда ты что-то оформляешь, допустим, здесь в Германии, ты обязательно, вот, вот, должен, а между по-русски, какие-то по-русски. Вот. А, блин. То есть, представить себе, представиться, что ты приехал сюда, в эту деревню будешь здесь жить. Иначе грозит штраф. Ну, дается месяц, по-моему. Так. Вот вам, пожалуйста, заправка. Сколько километров до заправки? Шесть километров до заправки. По-моему, это ближайшая заправка. Через двести метров надо поворачивать. Оп. То есть, кончился. Вот так, черепки сами. Пок top. Вот так, черепки. Г 북. Сигнили. Китай. Он только W顯ага. Внес auch здáng 7,5-7-й. Такая дорожка становится запутаннее, запутаннее. Первый раз я увидел, что Фихтенберг, вот он, 5 километров. Он поехал. Заправка здесь, по идее, и аптеки здесь должны быть. Не будете смеяться, что так заботиться. У меня есть свои привязанности к аптеке. Кое-какие лекарства я там получаю. Не скажу от чего. Я здоров. Но аптека нужна. Предупреждение, что олени через дорогу прыгают, очень весело. Только олени через дорогу нам и не хватало. Сука на земле в районе. И только заботиться, где-то и дремятся. Оппартика проблежал. Идет-шехон, где-то еще много. Продолжение следует. Томи. Обратите внимание, справа велосипедные дорожки Вот, цивилизация, мать ваша Матяк тебе, да Как бы так ни было, что мы почти приехали Потому что я вижу там их тотемный знак И елка на мачке Это, наверное, еще не оно Написано Митель-рот Полуклассный Что я имею в виду под тотемом Это вот эти вот Их нелюбимые деревенские столбики Вот какая живописная избушка Их нелюбимые деревья Так, последний был, по-моему, пункт перед Фихтенбергом. Слава Богу, дождь кончился, веселее будет ждать. Кое-что и поснимаем. Как говорил, в окрест отсек. Ну вот, если что, мы тут с вами будем жить. Что-то он мне подсказывает. Фихтенберг. Пожалуйста. Садист. Сейчас он нас приведет до этой улицы. В Тугу можем и покрутиться, потому что вы не раз со мной ездили и знаете, что в Германии найти улицу и номер дома это еще та болячка. Так, ну что здесь тут есть? Куда я еду? И вот сюда поморачиваем, да? И сюда поморачиваем. Слава Богу, никто из местных Зад не толкает 50 О, она всегда Судя по карте, как бы, да Сейчас нам налево и потом направо Есть такой маленький, вот Фихтенберг Есть такой маленький участок На котором сосредоточены дома Как бы райончик Так, и вот мы уже Подъезжаем И приезжаем Ну, погода нас встречается хорошее Ну, все Так, мы на этой штрассе находимся Не знаю, можно здесь остановиться Нет, приват написано Попробуем делать Кто-то строит Не знаю Тут пристроится Ну, вот этот, по-моему, восьмой дом Ну, на картинке он нарисован был Ну, на картинке он нарисован был Да, да, похоже, трасса Восем Давайте заедем пока сюда Так, вот эта улица, вот этот дом А вот тут балкончик Который принадлежит к этой квартире Так, понятно Выходит во двор Ну, да и бог с ним Так, чистенько Красивенько Писочки поют Пошли посмотрим, где собаку болеть Так, ну, вот участок неплохой для выгулы собаки Не собирая ни за ним какашек Там Вот сразу рядом с домом есть Куда собаке нам пройти Ну, а потом можно еще разведать Где что Так, там где понимает церковь Ага Миленько Очень миленько Так Так Про стоянку ничего не было написано Скорее всего еще за стоянку будут брать Потому что если за стоянкой вот приват Везде написано приват Если стоянка, значит надо ее убирать А если ее убирать, то нужен дворник И за него надо пластик Ну, это тот же самый хаосмастер Как я вам говорил Так Это центральный вход Да Надо посмотреть фамилии, ребята Это очень важно Чуть дофига здесь Так Фамилии нет Одни вон у 23-й, вон у 13-й Интересно, что там Ну, коридоры чистые очень Со всякими цветочками Странно Такое первое встречаю Спасибо Спасибо Спасибо